Сегодня мы отправляемся гулять по центру Белграда. Мы чисто на вокзале, как будто, знаешь... Караджорджия Шницва. Кремеш, шанина, просто всего, чего только можно. Раньше это был астро-венгерский город. Демоновцы. Здесь все забито какими-то... Палатками. Вот этими палатками. В 19 веке, еще в первом веке, здесь были какие-то движухи. По самым древним ступенькам моей жизни. Куда никто не пойдет, туда залезут русские. Вот арбак. Звон колоколов, непривычно слышать. Люди, он куда-то заходит, пропадает. Этот отдел весь на английском языке. Отсюда надо делать фотографии, частно говоря. И какой толщины стены вот здесь. Добро пожаловать в Белград. Народ, всем здорова. Всем здорова. Артем, Лиза на связи. Ребята, Витя на связи. Друзья из Краснодара тут. Сегодня мы отправляемся гулять по центру Белграда. Надо смотреть вообще, где мы пока что живем. Уже неделю, но пока из дома не выходили абсолютно. Погода так себе. Если честно, немного капает дождь. Такая супер осенняя, все темное. Но добавляется монтуража. Вообще мне Белград очень часто напоминает Петербург. И вот такая пасмурная погода реально подходит. Парламент Сербии вот это, правильно? Да. Ё-моё, вот такой ливень. Я бы сказала, ливень начал. Вот Старбакс. Так, мы выходим куда-то. Очень сильно не хочется особо. Мы чисто на вокзале как будто, знаешь, такие. Знаете, какое здание такое? Вау. Да, это центральная почта. Центральная почта. Она почта с двух. Она в одном здании. Ладно, это суд и почта в одном здании. О-о-о-о-о-о. Добро пожаловать в Белград. Велком в Белград. Блин, смотри, пошта. Пошта, Белорусска. Написано пошта. Пожалуйста, это почта. Это был русский, да? Да-да-да. Пашпорт. Прикольно, что есть какие-то слова, которые на берегу написаны. Вау. И они просто... Все равно очень красиво и мокро. Церковь или что это вообще? Трамп. Очень красиво. Сейчас мы у наших гидов узнаем. Какие-то места прям супер вау. Европа, готика. Очень красиво. А с моментами вот, ну, вот такое. На Питер тоже похоже. Ну, я не знаю, на что это похоже, но... Мне, если честно, не особо прикалывает. Что-то очень серо как-то. Что погода такая? Нет, ну, блин, что погода? Бетон крашу делает. Ну, короче, у меня все равно двоякие впечатления о городе. Пока что, пока что. Скажем так, в Питере тоже здания старые. Они не супер яркие. Они тоже серые, но это прям добавляет свою антуражность. В Питере это гармонично, что смотрится здесь. Я пока не успеваю по сторонам смотреть. Я на лужу смотрю. Но, да. 50-50. Мы на месте. Пристанище. Кафана. Национальная... Ну, типа ресторан или кафе. Ну, не знаю пока, как правильно. Очень антуражно, согласись, да? Ну, так знаешь, просто резко бежим-бежим и резко в каком-то месте такое интересное многое зависть. У нее нужно не говорить, а пить. Ну, все равно надо же обвести. Шлевовица, шлевовица. Шлевовица, ракия. 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 В таких стеклянных бутылочках прикольных, красивых. И, ну, ладно, давай. Это что, с грушей какой-то? Нет, шлевов. 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 Ну, и пить. Шлевов. А мы чай хотим? Нам сейчас ребята сказали, что в этом заведении сербской кафане через 10 лет будет уже 100 лет. Так что мы в таком очень значимом, раритетном месте сейчас будем одевать. А, нам то же самое, да, с тобой? Вау. А пахнет як. Так, давай, рассказывай, что ты заказала. У меня самое обычное блюдо, это гуляш и пюре. Так, а у Катерины какая-то? У меня фасоль с сосисочкой. Ну, тоже. Как это называется все? Просто вот у тебя фасоль с сосисочкой? Про набас, кажется. Это очень вкусно. Это, знаете, как у бабушки. Да, да, да. Это безумно. Ну, а у нас все, в принципе, одинаково. Всем приятного аппетита. Кто сейчас ест и смотрит наше видео. Блин, ну, нет, ну, что это? Сосиска, что это такое? Это похоже на котлету в киевке. А, да. Но из свинины. Караджорджи в шницеле. 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 Караджорджи в шницеле. Очень вкусно. Ну, картошка просто вкусная. Пробуем лизинг гуляш от бабушки, чисто. Блин, у тебя как будто вкуснее, чем у меня. Как нам сказали, этот город несколько раз носили вообще с лица земли, его полностью отстраивали. Его очень много раз захватывали разные народности, поэтому здесь такая мешанина просто всего, чего только можно. Памятник чему-то. Написано «Народный музей». На площадь Европы в Батуми похожа, да? Ну, планета, площадь не похожа на европейскую. Здесь нет ничего готического, а площадь Европы в Батуми, она готическая, поэтому не до всем. Она вообще не похожа. Ну, видишь, как я безграмотный. Там этот монумент стоит какой высокий, ведь она вообще в другом стиле площадь. Но все равно неплохая. Ну, за исключением вот этого какого-то здания стремного. Вот, зашли прям на центральную-центральную пешеходную улицу. Вот так она выглядит. Ну, да, очень впечатляет. Не, красиво. Да-да-да, прям супер. Да, это, кстати, француз. 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 Это институт французского языка здесь. В принципе, стандартная такая пешеходная улица, которая есть в каждом городе. Ну, очень красиво, да, очень много всяких магазинов. Вот это книжный магазин, слушай. Старинный книжный магазин, я так понимаю, один из первых, который был в Блдраде. О! Улитон. Да не то ты снимаешь. Улитон. Давай, я тут, чтобы тебя заблокировал. Я что это? Не знаю. Здесь этот отдел весь на английском языке. Здесь есть про науку, я вижу, вон, про физику, преломление света. А это что такое? Про фотографии, это сказки, тысячи и одна ночь на английском языке. Смотри, просто какая красивая эта книга, обалдеть. Ну, да. И такая она очень приятная. Сколько она, через 10 лет? Не написано. Не, у меня как-то все ваше. А вот эти тоже, посмотри, какая толщина. Да, и издание очень хорошее. Сегодня такой немного сумбурный день получился из-за дождя, из-за, ну, каких-то таких факторов. Холодной погоды. Да, поэтому выпуск на этом не заканчивается. Заканчивается просто сегодняшний день. Вот, поэтому через одну секунду у вас наступит уже следующий. И мы отправимся гулять уже по дневному и теплому Белграду. И смотреть все остальные достопримечательности. Все, поэтому до завтра. Сегодня мы отправились в район Зимон. Раньше это был Астро-Венгерский город. Это был самый южный город Астро-Венгрии. Здесь даже осталась такая башня, таможня типа. Ой, поэтому мы и посмотрим. Но единственное, здесь все перекопано. Да, такой момент. Специально для нас ребята подготовились, перекопали всю улицу. Сейчас мы находимся на улице, которая так и называется главная. И она напоминает очень Невский проспект по правой стороне. Но все перекопано. Не знаю, будем искать, где не перекопано. Но смотри, зато есть плюс. Мы можем идти прямо по центру дороги, очень подробно рассматривать все красоты здания. Поэтому это как бы и минус, и плюс одновременно. Раньше это был отдельный город, даже Сербия. И здесь такой интересный момент, что есть улицы, которые также называются, как на другой стороне Белграда. То есть, например, ну это прям условно. Есть главная улица здесь и главная улица в Белграде. Мне кажется, это может вызывать такие проблемки в навигации. Вы можете поверить, похоже на Питер. Очень красиво, если бы не было этой стройки. Ты идешь по центру дороги. Но это неэстетично. Потому что ты машина. Мы заворачиваем на улицу. По-моему, она называется Господска. Господская улица. Это типа проспекта, такой пешеходной улицы. Вот города Земана. А еще интересный факт. Уже, будучи в составе Белграда, люди, которые здесь живут, такие коренные жители, они предпочитают себя называть демоновцы. То есть, не белградцы, а земоновцы. Они все равно себя считают таким... Демоновцы? Земоновцы. Отдельным городком. Видели, как человек подготовился? Я... Ну, красота, как по-другому назвать. Ну, похоже тоже на проспект Саратове. Да, на всех городов есть такие места. Ну, что там. Ну, здесь нету помпезных зданий каких-то, я не знаю. Они просто миленькие, маленькие, старенькие. О, смотри, какие цветочки красивые. Ну, вот как Лиза говорит, то, что так Европа и выглядит с такими. Реально, Венгрия... Ну, это такая, бедненькая, чуть-чуть, бедненькая Европа. Когда я жила в Германии, я жила в маленьком студенческом городке, и мы ездили в соседний, еще меньше городочек, Швейбешгмюнд называется. И там было что-то вот похожее на вот эту улицу, вот на вот эту площадь с такими же домиками, но чуть-чуть там было все попомпезнее. Всякие такие завихрюшки на зданиях были, все было чистенько. Мы так предполагаем, это улица Торговачка. Она называется на карте Великий Торговачка, как я видела уже во многих местах. Торговая улица по-нашему, короче. Вообще, это площадь, и у меня не было написано, что здесь рынок. Может быть, это ярко, я не знаю. Я смотрела на фото, я отметила эту площадь, чтобы сюда прийти как на красивое место, потому что здесь вокруг такие домики с красной черепицей. И когда мы пришли, именно сегодня здесь все забито какими-то вот этими палатками, рынком, что невозможно выйти на площадь и ее посмотреть. Сегодня воскресенье, может быть, поэтому... Ну, хотя тоже такое... То перекопано, то закрыто. Пока что, что пишут в интернете, что здесь прям супер такое что-то астро-венгерское, европейское, помпезное. Пока что я ничего такого не видела, но вот вижу вывески разные. Видишь, справа и слева про них писали, что здесь много таких интересных. Стою на фоне такой вот зелени и красивого домика. У нас все, и продолжается восхождение. А, ну мы идем так-то еще выше, мы уже подошли к башне, но вот Артем нашел какой-то... Ну, пошли тогда там. Давай пойдем там сначала, а потом... Ну, это тебе не нравится. Да, тоже неплохо, мне тоже понравилось. Мы на вершине, и, пожалуйста, такая здесь... Башня Гордоши. Башня Гордоши, как нам подсказывают. Что это за башня? Давай на фоне ее, наверное, вставай и рассказывай. Это можно я сначала прочитаю? Опять не подготовилась. Ну, что ж такое? Эта башня была построена Астро-Венгрии в 19 веке, и в Астро-Венгрии было 4 таких башни по частям света, и вот эта была самая южная. Поэтому осталось вот такое воспоминание, что когда-то это был не сербский город, а сейчас это смотровая площадка. Туда можно подняться и увидеть невероятный вид на город, на Белград, на Саву, на Дунай. Но, как писали в интернете, хороший вид открывается и просто около башни уже. Поэтому мы идем проверять. Играем в Царя горы. Отсюда еще вид лучше, конечно. Людишки копошатся. Там вдали какой-то еще храм. Нет, ну вот это вообще мощная штука. Продолжаем покорять вершины. Не очень ровно по таким маленьким камушкам бродить, но ничего страшного. Обалденно, честно. Ну, честно, прикольно. Вот здесь надо, слушай, отсюда надо делать фотографии, честно говоря. Прямо в одно же этой башни мной был обнаружен тайный ваз. Что здесь у нас? О! Здраво! Это эти? Это эти, древнегреческие ли эти, лепреконы. Да. Здравствуйте. Стой туда, Машка. Стикаем. Маленькие щелки. Щелки. Мы что, в погребе? Даня! Может быть, это типа чульма была, потому что ты отсюда не выйдешь. Ага. Не знаю, на видео было слышно или нет, но это русские там сидели. Они подумают, что это кто-то свои. Нет, ну ладно, нет, я про то, что, я про то, что в любой, в любой яме просто мира, в самом, в самом, знаете, если тогда там есть, тогда лезут туда русские. Да, вот, ну, типа, мы тому доказательство то же самое. Ну, реально, типа, вот куда, куда никто не пойдет, туда залезут русские. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще, да, в такие заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Место встречи. Ну, а лестницу хотел показать, такая она интересная. Что? Ну, давай. Тут мы сейчас увидели местных сербских блогеров, коллег наших, так называемых. Короче, как мы поняли, они рассказывали о случае, который когда произошел? Не сейчас не скажу точно, возможно, мы здесь напишем, когда это было, здесь совершилось какое-то покушение, убийство какого-то белградского или чиновника, или депутата, потому что Землун не хотел входить в состав Белграда. Это всегда был отдельно обособленный город, уже даже в составе Сербии. Вот и все, мы снова на... реставрационной главной улицы. Едем сейчас... Куда мы сейчас поедем? Мы сейчас поедем на ту сторону Белграда. Кстати, вот, что еще сама главная не сказала. Белград — это практически единственный город, в котором реально существует два центра. Это Землун и Старый Белград. И мы сейчас едем в Старый Белград на главную также пешеходную улицу, на крепость. Короче, еще одну крепость и еще одну главную улицу. Посмотрим. Да, по сути, два города вот так друг напротив друга стоят. Как вам размерчик сырка? В Сербии хорошие твердые сыры. Ну, по крайней мере, так говорят. Мы несколько видов пробовали. Ну, да, неплохо, хорошо. Зашли перекусить в Макдональдс, поэтому сделаем быструю распаковку. Это уже наша традиция, короче. Мы в Грузии делали распаковку. В Турции, правда, ладно, нет. Не совсем традиция. Короче, ладно, не суть. Перейдем сразу к ценам. Короче, во всем мире, во всем мире Макдональдс, это типа, блин, по цене реально ресторан. Биг Мак, что это? Это такой чикенбургер. Чикенбургер, это фанта, кофе, две картошки, средняя маленькая. Стоит 1350. Да, 1350. Динар. В рублях это будет вот столько. И сразу сейчас напишем, сколько бы такой же набор стоил в России во вкусной точке уже. Ну, а ладно, приятного нам аппетита. Сейчас съедим и идем дальше. Сейчас я прочитала про эту крепость. Она безумная, она очень древняя. Еще в первом веке здесь были какие-то движухи. Древние римляне нападали на жившие здесь племена. Поэтому эта крепость вообще еще в первом веке началась строиться. Вот. А парк этот называется One Second, please. Калемикдан. Калемикдан. Вот такие вот интересные вещи. 800 лет строилась, ты сказала. Да, написано, что она строилась с первого века по 18 век. Надо, конечно, уточнить эту информацию, но, возможно, просто на все это время у нее были функции крепости. И, возможно, она как-то видоизменялась, настраивалась там, переделывалась. Поэтому у нее такая длинная история. А сейчас это просто туристическое местечко. Мне вот это нравится. Дай покажу. Ну, обычно там в фильмах смотришь, вход в крепость, вот такой мостик. И здесь по краям река и крокодилы какие-нибудь с пираньями водятся. А сейчас здесь теннисный корт с одной стороны и вообще детская площадка с другой. Ну, с пираньями. Толщина стен вообще. Вот мы сейчас до этого показывали маленькая крепость, какие там стены. И какой толщины стены вот здесь. Это вообще с ума сойти можно просто. Ну-ка. Парк Юрского периода. О, там вон, там скелет глянь. Я что-то очень громко крикнула. Ого. Смотри, скелет в песочнице. О, шалеть. Вот это дети докопались. А вон, видишь, динозавр шевелится, вон, видишь, маленький. Головой крутит и рычит. Я хочу туда спуститься. Миленько, миленько. Нет, ну вот стены жесткие. Какие должны быть пушечные ярда? Пушечные ядра какие должны быть, чтобы пробить эти стены? Наверное, очень мощно. На эти стены можно подняться и по ним погулять. Мы в прошлый раз не стали этого делать, а сейчас мы это сделаем. продолжаем удивляться толщиной стен. Тут еще двери, конечно, такие мощные. Не могу закрыть. Что, закрыть хочешь? Продувает? Лихрит. Ой, ой, ой. Офигеть. Блин, какая жесткая толщина. подглядываем, подглянем немного. Что это? Алмогус. Добрый день. Это просто сувениры или какие-то национальные украшения? Мне кажется, просто сувениры. Здесь как будто бы парк Победы российский. Стоит военная техника. И здесь тоже. Ну, как-то оборонительная крепость, поэтому логично, что она здесь находится. Но я больше ни в одной стране пока не видел, чтобы прям в парках отдыха была военная техника стояла. Ну, кроме России. Ух ты. Как я поняла, это все вот один огромный парк по карте. Смотри как. А вот, смотри, если да будет можно прям в этот парк скульптиц пойти. Ну, я думаю, уже не стоит, но на будущее будем знать. Речки такие мелкие кажется, как будто бы. То есть, ну, я Дуная представлял, как Волгу, знаешь, такой огромный. Да, такая известная река достаточно. Она такая узенькая. Памятник Виктору какому-то. А, да, там кафетерия вот прям внизу есть интересный такой. Снимим Рил сейчас, куда деваться. с этой стороны парк тоже очень огромный. Множество всяких ходов. Люди куда-то заходят, пропадают. Ну, красиво. Ну, нечего сказать. Дом, конечно, это тоже обращает на себя внимание. Так, а мы все уже закругляемся. Сейчас зайдем в такую интересную кафешку. Или что, это кофейня, которая прям тоже в старинной какой-то такой будке не знаю, под землей находится. Смотри, улетят куда-то пуфики. Взялись, они тут на траве теперь лежат на пуфике. Люди чилят вон на пуфиках каких-то розовых. Кафетерия. Ну, чисто средневековая будочка. Вау. Прикол. Зацени, да? Чисто кофейка зашел по письму. Поднимаясь, вероятно, по самым древним ступенькам моей жизни, а не просто из красного кирпича сделано и все. Здесь тоже какой-то парк старинных пушек. Короче, здесь все усеяно в парках просто. и немножко мусора. Еще чуть-чуть. Ну, молодцы, сербы, молодцы. Мы, кстати, сейчас пристроились к небольшой туристической группе, подслушивали, о чем они там общаются. И здесь турецкое кладбище. Здесь были ожесточенные бои турков. С кем? С сербами, наверное, или с кем? Сейчас, секунду, я нашла, Звон колоколов непривычно слышать. Мы уже как-то это привыкли к Азану. Такой день у нас получился интересный. Если вам понравилось, то поставьте палец вверх, подписывайтесь и... Следите за нашей жизнью в Сербии, народ. До встречи. Пока-пока.